Привет зрителям, спасибо, что вы с нами. Интересный сериал, с названием Алла Такси. 7 апреля 2024 года. Покажут по телеканалу Россия. Давайте узнаем содержание серий. Первая серия. Алла живет в небольшом поселке Говорова с любимым мужем Васи и сыном Юрой. Работает в местном магазинчике под руководством Валентины. Однажды Валентина отправляет Аллу в районный центр за товаром. Но Алла быстро справляется с поручением и, вернувшись домой, застает мужа в постели с начальницей. Пока Алла и Вася ссорятся, в их доме вспыхивает пожар, в результате которого дом сгорает до окла. Алла решает уйти от Васи, но благодаря стараниям свекрови, высокопоставленной местной чиновницы Зинаиды, в работе ей везде отказывают. Вторая серия. У Аллы не осталось ни денег, ни работы, ни жилья. В городе ее приютил в своей коморке Семеныч, сторож местного таксопарка Эндхвот, колесо Эндхвот. Выслушав рассказ Аллы, Семеныч проникается к ней с отчувствием и просит директора таксопарка Ворохова помочь ей с работой. В это время в таксопарке возникла проблема, после вчерашнего юбилея жены штатный мойщик Эдик не способен выполнять свои обязанности. Алла уговаривает Ворохова дать ей возможность поработать на мойке. Но ни Ворохов, ни таксисты не верят, что она способна осилить такое дело. Под громкие насмешки таксистов Алла берется за работу. Третья серия. Новый день в таксопарке начинается со скандала, таксисты не смогли поделить очередь на мойку. Во время потасовки они случайно ломают стену, за которой обнаруживается еще один бокс. У Аллы сразу возникает идея открыть вторую мойку, тогда и очередей среди таксистов не будет и можно мыть машины со стороны. Тем временем Зина узнает, где работает Алла. Свекровь решает предложить хозяину таксопарка Урбанасу сделку, в обмен на некоторые привилегии от администрации он должен уволить Аллу. Четвертая серия. Сын Аллы, Юра узнал о разводе родителей и сбежал из дома. Но Зинаида не хочет заявлять в полицию. После скандала с изменой Василия репутация ее семьи и так подорвана. Да и судья не встанет на их сторону, если узнает о побеге ребенка. Таксист Проскурин вызывается помочь Алле в поисках. На помощь приходит и Наташка, младшая сестра Аллы. Алла подозревает самое плохое. Пятая серия. Алла настаивает, чтобы ее сестра Наташка вернулась домой к отцу. Но девушка мечтает стать актрисой. Она выходит на следующей остановке и возвращается в город, где у нее назначена встреча с продюсерами. Тем временем Алла весь день вынуждена вести собеседование на вакансию диспетчера. Но внезапно главному бухгалтеру таксопарка Марте становится плохо. Марта должна срочно отвезти в банк крупную сумму, поэтому она просит Аллу сделать это за нее. Но все идет не так, как рассчитывала Алла. Шестая серия. В диспетчерскую таксопарку поступает необычный заказ. Необходимо отвезти пассажира в инвалидной коляске. Заказ принимает таксист Сиропов. Но прибыв по адресу, Сиропов отказывается сажать парнишку-инвалида Колю, потому что у него в багажнике нет места для коляски. Таксист утверждает, что неправильно услышал информацию диспетчера. Мать парнишки Ирина устраивает скандал, разбираться с которым приходится алло. Алла приезжает в дом Коли, но поговорить толком не успевает. Ее муж Вася сообщает, что к ним в дом скоро придут представители опеки. Седьмая серия. В таксопарке новая проблема, из десяти таксистов на работу смогли выйти только восемь, остальные больны. Алла решает сама сесть за руль и на себе испытать все невзгоды жизни простых водителей. Во время очередного заказа Коле в машину садится странный молодой человек из Владивостока, Игнат. Он ищет дома с колонками для питьевой воды. Выясняется, что его мать лишили родительских прав, когда он маленьким. Теперь он хочет ее найти, но все, что он помнит, около его дома была водонапорная колонка. У Аллы появляется идея, как помочь Игнату. Восьмая серия. Неожиданно пропадает Семенович. Алла уверяет всех, что обязательно найдет его, а пока просит отца поработать сторожем. По указанию урбоноса Алла едет поступать на курсы при местном вузе, но ей неожиданно сообщают, что прием окончен, она опоздала на один день. Алла врывается в кабинет к декану и с ужасом узнает в нем вчерашнего пассажира, которого она со скандалом выгнала из своего такси. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал.